Этот композиционный натюрморт мы назвали «Морские ворота Нидерландов». Порт Амстердама издавна принимал суда, приезжавшие из разных стран. В Нидерланды стекались самые редкостные растения, начиная с пестрых двухцветных тюльпанов и кончая зернами кофе и какао-бобов. Зерна кофе, кухня нидерландская показана. И вот ароматы кофейного напитка и сладость черного шоколада, несомненно, развеселили голландскую публику и стали необходимыми для всего европейского континента. Старинная гравюра показывает порт Амстердама. И вот эти купеческие судна, которые привозят вот эти вот редкостные растения, которые превратились в самые необходимые вкусные блюда для европейцев. И здесь множество предметов, которые обеспечивают приготовление этих напитков. Кофе и горячего шоколада. Вот лопаточка, допустим, для того, чтобы вынимать из духовки вкусные пирожные. Вот вилочка висит, которая показывает, какими изысканными фраже пользовались повара на этой кухне. И, в общем-то, все эти множество предметов, они сделаны в тепло-холодной гамме Охра Ультрамарин. Потому что эти цвета являются голландским штампом красоты. Вот. И у них всегда синие на белом. Это очень даже привилегированное сочетание. И вот в этой картине, конечно, мы использовали раствор соли, который дал нам вот такую вот патину кое-где на предметах. Эта патина – это как будто бы, знаете, старинный налет на этих всех предметах. И, конечно же, мы использовали такой яркий фон для того, чтобы показать вот этот вот цвет Северного моря, откуда все это привозилось. И растяжку от темного к светлому – это тоже голландский принцип живописи. Конечно же, все предметы этого натюрморта слиты в единую такую вроде бы монохромную гамму. Но какой-то вот солнечный луч, который упал, допустим, из какого-то окошечка, где-то блеснул вот здесь вот и как бы бликами расползся по всем предметам. Вот. И, конечно, имитация настоящей голландской гравюры украшает и придает достоверности всему происходящему на этой картине. Закомпоновать все это в квадрат получилось сложновато, потому что квадрат предусматривает не только распространение информации слева направо, но и спереди в глубину. Возможно, надо будет еще немножко потрудиться над глубиной.